Она провела в Самаре не самые лучшие годы своей жизни. Военное время, голод, коммуналка, болезнь бабушки, дрязги соседей, крошки хлеба с пола, туберкулез. Но при этом она называет Куйбышев родным городом. Ведь День Победы Людмила Петрушевская встретила именно здесь. Четыре часа утра я проснулась от невероятного... Это даже нельзя назвать было шумом. Это был непрекращающийся ход электрички. Я выбежала в окно, выбежала на балкон, по Красноармейска шла колонна, прямо толпой они кричали. Капитуляция, капитуляция, капитуляция. Я, конечно, выбежала сразу. И целый день я бегала, басаясь среди всех людей. Меня даже покормил кто-то. Люди выносили балалайки, гармонии. Со всех окон звучали патефон, если кто имел патефон. Был невероятный праздник. Воспоминания писательницы о годах в эвакуации легли в основу повести «Маленькая девочка из метрополя». Творческий вечер драматурга собрал разную публику. Актеров, студентов, педагогов и тех, кто вырос на ее пронзительных рассказах и лингвистических сказках. Для меня Людмила Степановна Петрушевская – это очень близкий мне по духу автор. И даже изучая ее творчество, погружаясь в него, слышу что-то о ней, нахожу очень много аналогий со собой и со своей жизнью. Иногда в деревне выходили мы в поля, и я начинала петь «Благословляю вас, леса». Дети шарахались, честно говоря. А мне страшно не хватало оперной сцены. Я знала наизусть несколько опер. Дед писательницы в детстве запрещал ей читать. А сама Петрушевская мечтала стать оперной певицей. Сегодня Людмила Степановна – один из признанных литературных классиков. Ее пьесы ставили такие известные режиссеры, как Роман Виктюк, Юрий Любимов и многие другие. Кстати, одна из пьес «Уроки музыки», поставленная студенческим театром МГУ, наделала много шума и обернулась настоящим скандалом. Уроки музыки сняли, а сам театр закрыли. Не ограничиваясь литературой, Петрушевская играет в собственном театре Кабаре, рисует мультфильмы, делает картонных кукол и читает рэп. Юлия Черняева, Константин Головин. События.